Всем привет, с вами Дерри Кей, и сегодня мы попытаемся повторить макияж Беллы Хадид. Этим образом я старалась передать ее макияж, образ и вообще настроение ее инстаграма и ее жизни в целом. Мне кажется, что что-то получилось. Нравится вам это или нет, пишите в комментариях, вообще обо всем пишите в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там я пощу много фотографий и дополнительных видео о макияже Дерри Кей, заходите, я буду вам всем рада. Если вы будете повторять мой макияж, пожалуйста, отмечайте меня. Я офигевая на самом деле, потому что я могу кого-то вдохновить, и это очень круто, особенно когда есть фидбэк. Вот такой вот у меня макияж получился, смотрите, как я его делала, выполняла пошагово. Я буду делать прическу, макияж и постараюсь повторить даже взгляд, этот чудесный лисий модельный взгляд. Я уже делала макияж Джи Джи Хадид, это ее сестра. Это две сестренки-модельки, которые покоряют Европу, Америку и вообще весь мир своей модельной внешностью, а я попытаюсь повторить всего лишь их макияж. Ох, что, я начну, конечно же, с прически, и кто знает Беллу, тот, наверное, сразу же скажет, что это будет высокий забранный хвост, натянутые виски. Я попытаюсь это сейчас сделать на своей голове, но это несложно, просто хвостик должен быть высокий, пушковые волосы должны быть зализаны наверх. Приступим. Я протерла лицо софтнером, нанесла увлажняющую маску. Прошло 15 минут, я ее снимаю. Можно было подержать ее еще чуть-чуть, но все, я думаю, достаточно. Оставшуюся слизь, так называемую, уходовую, на лице я просто разотру, и она впитается как крем. Понятно, что в ее инстаграме у нее всегда ухоженная кожа с минимальным макияжем, но глаза всегда максимально в лисьем направлении, что я сегодня буду добиваться. Но они у нее зеленые, такие же, как у Джиджи. Белла Хадид, очень похожа на ведьмочку. Зеленые линзы. Я их одевала уже в макияже на осень. Вот. Не помню фирму, потому что у меня тут даже нет никаких... Не люблю я надевать линзы. Ох, ой, куда она шла, боже мой. Все. Я на деле. Так вот глаз выглядит с линзой, так без. Нельзя тереть глаза, но я не могу, просто хочется. Глаза, может быть, и зеленые, но они такие светлые, потому что немногие линзы перекрывают мой цвет глаз. Все кисточки, которые я сегодня буду использовать чистенькие, я их продезинфицировала. И вот, вот что я отобрала для макияжа. Сейчас будем разбираться, что зачем наносить. Дополнительно я, наверное, еще увлажню кожу новым средством от Клиник. Это крем-конструктор, который мне подарил Клиник. У них была презентация, я не смогла приехать, но могу попробовать. Это просто такое легкое дополнительное увлажнение, нанесла на лицо. Почему конструктор? Потому что в помпе находится отдельный концентрированный продукт, который выдавливается независимо от этого средства. И это увлажняющее как раз средство, а это... Есть база и есть концентрат, который превращает ежедневный уход в более насыщенный. У Беллы еще всегда с высоким хвостом идут сережки-кольца. Я их надену, наверное, прямо сейчас. Не беда, что футболка я тоже хотела поменять. Ну ладно, сережки я надену прямо сейчас. Я не понимаю, как она его так затягивает, что уж у нее аж глаза поднимаются. Ладно, разберемся. Немного подкрепились. Парад увлажнения продолжается, поэтому я буду использовать увлажняющий CC-крем Stellarine. В нем гиалуроновая кислота. У него максимально комфортная текстура, мгновенно выравнивает рельеф и преображает кожу. С небольшой маскировкой каких-то несовершенств. Наносить буду пальцами, потому что хочу, чтобы разогрелось средство и прям максимально проникло впора. Начинаю от центра лица и передвигаюсь уже к периферии. Пальчиками можно проработать все участки. Можно немного растереть между пальцами. Ни в коем случае не вот так, потому что состав может чересчур окислиться. Когда вы растираете вот так, попадает много кислорода на крем тональный, и он становится темнее быстро. Я наношу тональный крем почти как увлажняющий, просто пальцами. Немного захожу на бровь и как бы впечатываю. Проверяю, везде ли я его растушевала, даже кончик носа. Мне нравится этот способ, но он долгий для меня. Вот так вот каждый день, хотя очень эффективный. Потому что это дополнительный массаж лица. Следующее средство это консилер. И его я наношу во всем известные зоны. И беру опять свои пальчики и прям пальчиками распределяю его. Модели, почему они такие свежие? Они много пьют воды? Или они занимаются спортом каждую секундочку? Нет, они просто используют тональный крем. Да, правильно подобранный тональный крем, правда, очень важен. Разогрела, все, прекрасно. Сейчас я хочу добавить еще немного хайлайта. И буду делать это с помощью эллиминирующей базы. Ну, в качестве базы ее наносить too much. База эллиминирующая от Beauty Drugs, переливающаяся и немного розоватая, золотистая. И нанесу на скулы. На скулы и на лоб. В последнее время мне нравится использовать много легких средств, которые при наслоении не утяжеляют лицо. Так, немного сюда. Она создает ровное покрытие, убирает поры. Можно смешать эллиминирующую базу и тональный крем. И это средство нанести на ключицу. Вместо лица. Но если мы посмотрим фотки Беллы Хадид, то у нее абсолютно то же самое. И замотирована у нее только Т-зон, которую мы сейчас будем мотировать. Я использую пудру от Innisfree. Она не комедогенная. У нее прям хороший состав. И немножечко возьму этой пудры. И она не отсвечивает при вспышке, потому что она цветная. Мешочки я прохожусь, чтобы их не подсвечивать. И убираю носогубку. В области скул я немного заматирую, потому что туда я буду наносить... Под скулой я немного заматирую область, потому что туда я буду наносить бронзеры, чтобы все не пошло пятнами. Пусть будет эта бархатная зона. Я буду наносить скульптор как бронзер размашистыми движениями от NYX. И я беру прям этой же кисточкой, которая наносила пудру. Это будет у меня смесь бронзера и корректора. Я заметила, что Белла не использует рыжий бронзер. Она использует как раз вот такой вот серо-коричневый оттенок в качестве прям такого сильного корректора и бронзера. Она чаще всего загорелая. И на подбородок. Ну и мы переходим к носику. Вы, наверное, видели это нашумевшее видео. Делаю нос, как у Белла ходит. И я подсмотрела его, если честно. Немного да. Там сделано все технически верно. И мы будем просто делать что-то подобное просто на моем лице. Я буду использовать двусторонний карандаш от Beauty Bomb. Этот карандаш вообще для бровей. С одной стороны тут есть переливающаяся часть, не матовая. А с другой стороны коричневый цвет, который я буду использовать для контуринга. Это ноль первый оттенок. Я сначала возьму коричневую часть. На кончике носа я нарисую так называемый ромб. Просто приму близко друг к другу. Навысоко, прямо вот досюда, чтобы нос казался длиннее. Затем просто возьму плоскую кисточку и начну это растушевывать. Сейчас я беру светлую часть этого карандаша, приливающуюся. И рисую прямую, которая будет бликовать. И на кончике носа еще один блик. Я продолжу работать с кожей и нанесу хайлайтер. Этот хайлайтер от Laysplash. Я нанесу два этих оттенка. Один более холодный, другой более золотистый. И прям понеслась. Я возьму помадку-карандаш для бровей Bourjois. Чтобы бровь смотрела наверх и создавался этот лифтинг-эффект, я просто прохожусь по верху своей бровки. Теперь, когда мы будем смотреть прямо, то, что нужно. Рисую вторую бровь. И закрепляю все прозрачным гелем для бровей Rimmel. Поднимаю волоски наверх. Продолжу я свое скульптурирование в складке века. Теперь уже все мои движения должны смотреть на висок. Не на ухо, как это, в принципе, делается, наверное, в обычных макияжах. Глаз я стараюсь тянуть к виску. И только после этого захожу в складку века и контурирую ее. Я использую палетку от Kat Von D и более темный вот этот вот оттенок. Для того, чтобы прорисовать эту складку глубже, делаю тем самым вот такой вот уголочек. Теперь я смешаю темно-коричневый и черный цвета в этой палетке. Прокрашу область между ресничками и сделаю растушеванную стрелку. Ну и, наверное, заключительная часть. Я подавью керлером ресницы. Прокрашу тушью от Smashbox. Это классическая тушь. Несмотря на это, мне будет мало, и поэтому я их еще наклею. Я наклею еще пучки 10 и 11 миллиметров, чередую прозрачный клей Дуа просто на уголки глаз, чтобы их приподнять. Сейчас я перехожу к губам, и губы я буду рисовать и оформлять с помощью карандаша от Just. Это интересный карандаш цвета пыльной розы. Оттенок этого карандаша 303. С помощью него я нарисую себе форму губ. Верхнюю губу я нарисую чуть больше, чем нижнюю. Угол должен уходить строго в угол рта. И просто штрихую и закрашиваю внутри губы. После этого чудесного карандаша, который прям подходит под цвет моих губ, и внутрь я нанесу помаду немножечко, прям слегка, от Сергея Наумова, прям почти в идентичном, чуть-чуть светлее оттенке. Оттенок называется Barocco Rose, и это та самая помадка, которая магнизится. Вот такой вот красивый оттенок. Он чуть светлее, чем этот карандаш, поэтому создастся как раз омбре эффект. Эффект. Беру чистенькую сухую салфеточку. Возьму немного коричневого карандаша. Да, так можно делать. Я добилась того эффекта, которого хотела. Заключительным финишным этапом. Финиширую я все спреем от Скандинавия. Это спрей против ойл. Если очень хочется, то нужно сделать. Я хочу нанести немного блеска для губ. Это блеск от Catrice, он цветной, и мне вообще очень нравится. Я его хочу немного нанести на губы. Расставить бликами на губах. Вот так. Получился максимально влажный лук. Оттенок Nude Sapphire. Ну что, будем переодеваться? Я очень старалась и делала этот образ максимально похожим на Белло. Белло очень утонченная, поэтому я решила одеть такую белую, слоновой даже больше кости. Ой, я уже ее замрала. Блузу. Лук получился очень нейтральный, спокойный. Как мне кажется, что он даже подходит на макияж на каждый день. Потому что если посмотреть слева, справа, то никаких полос нет. Ну может быть, конечно, нос все-таки читаемый. Но никак по-другому его нельзя было сделать. Если вы будете повторять этот макияж, то отмечайте меня и отправляйте мне. Потому что мне очень интересно смотреть, когда вы повторяете макияж за моим видео. А в особенности, если это придумано в ноль. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. А с вами была Дарья Кей. Для большей серьезности можно еще надеть пиджак. Зеленый, прям под цвет глаз. Вот такой вот образ полностью у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я вас очень сильно люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok